Иваново вместе со всей страной приспустило флаги. Россия скорбит о погибших во время наводнения в Краснодарском крае и в то же время пытается помочь выжившим. В Иванове на площади Революции 4 в приемной Дмитрия Медведева организован пункт сбора гуманитарной помощи. Принести вещи и провизию можно всю эту неделю с 9 утра до 8 вечера. Для детей нужна как детская одежда совершенно разных размеров, так и детская обувь, начиная от резиновых сапог до простых сандалий. Хочу обратить внимание, что для жителей, которые хотят оказать помощь одеждой, обращение на то, что нужна все-таки в первую очередь летняя одежда, потому что там очень жарко на сегодняшний момент. Второе – это, конечно, медикаменты. Полный список медикаментов, которые нужны, он находится у нас, его можно запросить по телефону. Кроме того, естественно, необходимы средства личной гигиены. Для детей это и памперсы, это антисептические салфетки, это одноразовые пеленки. Из продуктов лучше всего принести консервы. Первую партию гуманитарной помощи от ивановцев планируют отправить уже в среду утром. Свою лепту, отдельную от всех остальных, решили внести ивановские коммунисты. В соседнем здании, площадь революции 2-1, кабинет 248, они развернули свой пункт сбора – персональный. Мы просто как от коммунистической партии решили, просто вот это, такие вещи, в общем, сделать вот это. Это мы постоянно делаем. Не то, что мы как-то красуемся перед кем-то или что-то такое, просто это наше решение, решение партийной организации, областной и городской. Нашлись в Иванове и те, кто не раздумывая отправился в затопленный Крымск, чтобы помочь пострадавшим лично. Четверо волонтеров, в том числе и депутат облдумы Михаил Шор, доберутся до места бедствия уже во вторник утром. Фронт работы дадут, но, скорее всего, наводить порядок, потому что вода-то уже более-менее опустилась, а весь ил и прочее остался. Ну и плюс там доставка питания и воды жителям. Ну и еще много всего. Как говорится, что скажут, что будем делать. Сейчас на своих экранах вы видите реквизиты единого расчетного счета. Также данные можно уточнить на нашем сайте. www.icamtel.ru в разделе новости. Финансовая помощь очень важна для пострадавших от наводнения. Деньги можно принести и наличными в пункт сбора гуманитарной помощи. Каждый рубль также будет переведен в Краснодарский край. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново. Субтитры создавал DimaTorzok